Вы смотрите, у вас Андреан здесь справляется. На воде команда из Паск-Рязанского. Задача у них только звучит просто – спасти утопающего. Трудности начались уже по ходу. РАФ – лодка неуправляемая, рассчитанная на шестерых. Здесь гребут четверо, и задача их – синхронизировать движение для прохождения этапа. После спасения пострадавшего манекена в пункт оказания первой медицинской помощи. Этап спасательной работы на воде пройден. Мы тренировали все этапы, расписывали тактику прохождения всей дистанции. Полугодовая подготовка команды не прошла даром. На этапе ошибки были, но незначительные, говорят сами ребята. Конкурсная программа вводного этапа региональных соревнований школы безопасности включает несколько точек. Паромную переправу, спасение пострадавшего на условной льдине и применение спасательного конца Александрова. За ошибки – штрафные баллы. Паром – это потери самостраховки, либо если участника не сопровождают. Также в лодке, то есть все ошибки, которые есть, штрафные баллы – три точки касания. Если ты касаешься буев, даже если веслом, тоже это штраф. Плохое обращение с пострадавшим – это очень, кстати, тоже частый штраф, потому что у нас же это манекен. Ребята думают о том, что это манекен, как бы ничего страшного, можно его кинуть, можно схватить его за что угодно. На самом деле нет, потому что это тоже очень важно. Региональный этап соревнований школы безопасности проходит со 2 по 6 июня. Каждый день новые этапы. Третье – день спасательных работ. И 25 команд со всей области должны показать на практике, что они умеют. Эти соревнования, они помогают детям на практике, именно на практике отработать то, что они изучают по курсу, это оба же основы безопасности жизнедеятельности в школе. То есть у всех есть такой курс, только одно дело все это прочитать в учебнике, другое дело попробовать собственными ручками подержать. После водных процедур юных спасателей ждут на развалинах. Здесь еще один ответственный этап – разбор завалов. Условный, конечно. Однако поработать пилой, домкратом и болторезом придется по-взрослому. Побольше, побольше. Давай, если ты побольше. Давай. Побольше, давай. Все, пошли дальше. Дальше. Побольше, побольше. На этапе завал – команда из Сасова. Они пока вне конкурса, не подходят по возрасту. Групп возрастных всего две – с шестого по девятый класс и с девятого по одиннадцатый. Эти ребята – дебютанты. Тренируются первый год. Сейчас пока идет нагрузка на технические виды, потому что физически они, естественно, очень-очень слабенькие. Это возраст детей от 10 до 12 лет. Они, если вот вчера мы работали с полосой пожарной, они у меня пока еле-еле допрыгивают до счета. Ну, надежда есть? Для этого и работаем. Рядом с завалом – зона Ахов. Аварийно-химически опасное вещество. По сценарию этапа утечка масштабная. Пострадавшего нужно эвакуировать во что бы то ни стало. Работать пришлось в противогазе. На старт, внимание, начали. Из 25 команд победителей будет всего три по каждой возрастной категории. Триумфаторов ждет турнир посолиднее. Они уедут защищать честь региона в ЦФО, в Подольск. Впрочем, на пьедестале наши ребята уже были. Поэтому ожидания будут самыми высокими. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город.